МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир национального телевидения Чувашии продолжает информационный выпуск программы Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Символ чести и доблести судебным приставам Республики вручили почетное знамя. Теневая экономика, сотрудники налоговой вышли в рейд по выявлению серой зарплаты. Этноквестки, режу и хороводы. В Речебоксарах прошел республиканский фестиваль Аджа-Пача-Акатуй. У судебных приставов Республики появилось почетное знамя. Символ ведомства передали в торжественной обстановке. Принять участие в официальной церемонии приехал и руководитель Федерального ведомства Дмитрий Арестов. Вручение знамени службе судебных приставов особенный ритуал. Почетное знамя как знак отличия выглядит очень внушительно. На полотнище вышита символика ведомства, герб республики, а также двуглавый орел. Главный судебный пристав страны отметил, что знамя должно напоминать служителям Фемиды об их долге. За последние годы свои знамена появились у МЧС, МВД, республиканского УФСИН и вот теперь у приставов. Задачи ведомства главный судебный пристав обозначил на рабочей встрече с Михаилом Игнатьевым. Сослужителями Фемиды правительство региона выстраивает конструктивное взаимодействие. Мы должны работать на общий результат. Это во-первых. Во-вторых, конечно, от нашей совместной деятельности зависит доверие людей к органам власти. Это ключевой показатель и для вас, и для нас. И я абсолютно уверен в том, что с вами вместе еще лучше будем работать на наш общий результат и все получится. Дмитрий Арестов отметил, что чувашские приставы работают эффективно. За последние годы совместно с органами власти были сокращены многомиллионные долги по заработной плате и решены жилищные проблемы детей-сирот. Вы уделяете очень важное внимание обеспечению жилем детей-сирот. Практически у вас ситуация, что касается судебных решений, она нормальная, практически нет. Да, вы сразу этот вопрос закрываете. Так скажу, один из немногих субъектов федерации. Очень сложно. Очень сложно. И вот последние эти события в Приморье, где дети вышли на голодуху, конечно, показывают важность именно обеспечения незащищенных категорий. Здесь мы ориентируем на то, чтобы искать выход. Мы понимаем, что бюджеты не безграничны. Ну а лучшим приставам и ветеранам службы сегодня вручили госнаграды и медали ведомства. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев и Валерий Резюков. Республика. В 2018 году исполняется 100 лет Государственной архивной службе России и 95 лет архивной службе Чувашии. 1 июня 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР, сложивший основу современной системы архивных учреждений в стране. Спустя несколько лет, в феврале 23-го целенаправленное формирование архивных фондов началось и в Чувашии. До 1920 года Чувашии как таковой не существовало. Документальное наследие было рассредоточено по различным губернским хранилищам и учреждениям. Собрать его в Единый государственный фонд удалось благодаря профессионализму и самоотверженности первых архивистов. В результате накопился огромный массив документальных источников, рассказывающих обо всех важных и заметных явлениях и событиях в истории Чувашии. Эти документы работают на наш народ, на нашу родину. На самом деле, ведь очень много документов выдаем, архивные справки выдаем, ну и, конечно, занимаемся еще научной деятельностью. Вековой юбилей архивной службы – это праздник не только сотрудников государственных и муниципальных архивов, ветеранов архивного дела, но и организаций, передающих на хранение свои документы, и всех людей, обращающихся в архивы для восстановления необходимых фактов. Особенно приятно было искать документы по городу Чебоксары и понимать, в каком городе ты живешь. А в некой новом чебоксарце было бы твой неинтереснее это все сделать. Увидеть город Чебоксары и представить он на рубеже веков. И теперь, читая лекции между студентами, обязательно пользуюсь вашим материалом, даже не представляясь, в каком фоне. Несмотря на то, что электронный документооборот ведется все более активно, документы на бумажном носителе не теряют актуальности. Их ценность повышается год от года. Для хранения и использования этого богатства необходимы новые технологии и методики. Именно их используют в недавно открытом новом здании исторического архива на улице Урукова в Чебоксарах. И это не единственный пример инвестирования в архивную отрасль. В последние годы мы чувствуем поддержку. И материальная база улучшается. Современные компьютеры приобретаем. Транспортные средства выделяет правительство. Наши архивисты, я думаю, то, что они сегодня сохранили, передадут нашим потомкам. Со второй главной задачей популяризации исторического наследия архивисты тоже справляются блестяще. Весь прошлый год в нашей программе «След в истории» они рассказывали об уникальных документах периода февральской и октябрьской революции. На днях стало известно, что этот проект занял второе место в конкурсе «Российский хронограф». Раз в год обязательный осмотр и техническое обслуживание. Газовое оборудование внутри квартир требует постоянного внимания. Иначе не миновать несчастных случаев. Так уже в этом году их произошло 4 и пострадало 7 человек. По адресам, куда давно не приходили специалисты газовой службы, отправилась жилищная комиссия. Здравствуйте. Газпром, газораспределение Чапоксары. Газпром, межрегион Газочапоксары. Проверяем состояние технического обслуживания. И просим вас заключить договор на техническое обслуживание. Газовую колонку здесь установили около 5 лет назад. Сначала договор на обслуживание был, а затем хозяин решил его не продлевать. Я по жизни сам перебирал колонки. И сам смотрел за колонками. Все-таки, как говорится, и отец мой так же сам все работал. Все сам делал. Практически ничего там сложного нет. Они появятся, раз-раз, ветер проверят, все, ушли. Это за что такие деньги платить? Это раз-раз техническое обслуживание, которое может спасти от пожара или отравления газом. Утечку, например, глазом не уловить. Бывает, что и запаха не чувствуется. Проверка на утечку соединений. Проводим газоанализатором. Проверяют и внутренности колонки. Чистят горелку от пыли. Когда ее наберется много достаточно, может вместе с пламенем вспыхнуть эта пыль. В общем-то, может тоже привести к последствиям пожара. Ну и вовремя надо прочищать. Не секрет, что на территории Российской Федерации то в одном, то в другом субъекте происходит несчастный случай. Происходит взрыв бытового газа, либо люди угорают от продуктов горения, которые концентрируются в квартире. Вот с этой целью, конечно, наши мероприятия, думаю, принесут пользу. Здесь газовое оборудование в порядке. Договор на обслуживание хозяева заключили. В другой квартире ситуация серьезнее. Помимо того, что пора менять шланг и гофрированную трубу, обнаружилась слабая вентиляция. Слабая вентиляция. Разобраться и прочистить вент-ход смогли на месте. Больше вопросов вызвала перепланировка. По правилам, кухню от жилой комнаты должна отделять дверь. И что самое опасное, розетка находится прямо над газовой плитой. По мелким нарушениям предписание о газовой плите отключение. Вот уже выявили нарушение, перепланировка, установка вытяжных вентиляторов, установка кухонных вытяжек. Это очень опасно. Очень опасно. Смертельные случаи в этом году уже были. Что творится за закрытыми дверьми, остается только гадать. Сюда комиссия наведается еще раз. В ближайшие два дня они будут ходить по адресам, куда давно не заглядывали специалисты газовой службы. Ирина Волкова, Игорь Дверев, Республика. Построенные детские сады и школы, невыплаченные пенсии, пособия, спад производства. Такими могут быть последствия ценевой экономики. И если предприниматели с каждым годом становятся все более изощренными в сокрытии реальных доходов, то контролирующие органы все более настойчивыми. В столице Чувашии прошел рейд «Ценевая заработная плата». Первая точка рейда – автосервис на проспекте тракторостроителей. По документам здесь два работника. Оба индивидуальные предприниматели и услуги клиентам оказывают сами. Вы работаете сами, но на одном месте? Да, вот это правильно. То есть и вы, а как вы получаете? Вот, например, вы сейчас ремонтируете машину. Как вы делаете доходы? Это я ремонтирую, он тонирует. И мы каждый даем декорацию. И у вас свой видус и направление, и у вас отдельно идет. Здесь все по закону, нарушений нет. И, пожалуй, на всем маршруте проверки – это единственное место, к которому нет претензий у налоговых органов. Остальные же рассказывали сказки и на ходу придумывали свои истории. Например, в рыбной лавке на Гастелло официально работает только сам хозяин. Вот только на месте его нет. Пасажа, что это помогает. А помогает себе как часто? Не часто. Не часто? Ну, мы вот вас наблюдаем уже не первый день на этом месте. Вы ему кто? Вот. Все-то заверяют, что помогает хозяину лавки не часто. Вот только постоянные покупатели ее знают хорошо. Хорошо? Девчонки поражутся. А вот эту жопу этого продавца вы уже не однократно тоже у нее покупаете, да? Нравится, как она с вами работает? Ну, то есть она уже не первый год работает? Нет, я не знаю. Ну, ее давно видели вы уже? Да, я не знаю. Не первый день она? Нет, нет. Сам же хозяин утверждает, что один работает в лавке. Ну, вот незадача, на нем числятся две точки рыбной торговли. И тут и там быть одновременно он просто не может. У вас здесь работают посменно продавцы. Даже вот этот продавец, что не первый день. Скажите, а почему вы с ними не заключаете договора? Тут вопрос, как его? Решать, кто? Либо его сносит, либо оставляет. Не важно. Она же несет материальную ответственность. То есть вы ей доверили ваш товар. На каких условиях? На каких условиях? Просто, ну, просто взял и доверил. Людям надо верить, доверять. Целый букет нарушений и в кафе «Персия». Одно из них – отсутствие работников. По документам все кафе обслуживают два человека – индивидуальный предприниматель Наботов и гендиректор ООО «Русь». Как они справляются с потоком клиентов для прокуратуры – загадка. В ходе проверки мы натолкнулись на двух сотрудниц кафе. А вот и разгадка. Обе они без трудового договора. В ходе опроса работников кафе «Персия» выявлено нарушение трудового законодательства. Так, с двумя работниками кафе «Персия» не оформлены трудовые отношения. А именно, не заключены трудовые договоры, не оформлены трудовые книжки. За это нарушение владельцам кафе может грозить приличный штраф, пока прокуратура возбуждает административное дело производства. А администрация города напоминает, что сотрудники сами должны быть заинтересованы в трудоустройстве. Нужно думать о будущем. Все зависит от официального стажа, от официальной заработной платы, будущей пенсии. Ну и потом вопрос по пополнению доходной части бюджета. Потому что если человек, работодатель, не оформляет трудовые отношения, соответственно, он со всех выплат не отчисляет никакие налоги. Ни НДФЛ, ни страховые взносы. По итогам проверки, всех нарушителей пригласили на комиссию по легализации налоговой базы. На заседание они должны прийти с уже заключенными трудовыми договорами. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. Трое мужчин и одна женщина предстанут перед судом. В Чувашии завершено расследование по делу пропавшей и убитой прошлым летом Чебоксарки. Наталья Устокишиева пропала в июле прошлого года. Последний раз ее видел сын, которому она приезжала в лагерь вместе с незнакомым мужчиной. Больше о ней никто ничего не слышал. Правоохранительные органы установили, что к исчезновению Натальи Устокишиевой причастны трое мужчин и одна женщина. Одного из подозреваемых, 30-летнего мужчину, задержали в Татарстане, остальных на территории Пермского края. 15 июля женщина на своем автомобиле приезжала к сыну в детский лагерь с незнакомым ему мужчиной. После того, как она уехала, сын продолжил отправлять ей сообщения и заметил, что приходившие ответы не были похожи на то, как писала мать. Тогда мальчик по СМС спросил, как зовут бабушку, после чего понял, что отвечает ему уже не мама. После этого родственники женщины обратились в полицию. В ходе следствия выяснилось, что от имени погибшей на сообщение отвечал тот самый мужчина. Им оказался 32-летний житель Пермского края. При цели хищения ее имущества он предложил 27-летнему знакомому совершить в отношении нее разбойные нападения и убийства, на что тот согласился. 20 июля прошлого года под предлогом очистки автомобиля, потерпевшей от загрязнений битумом, эти двое злоумышленников вместе с потерпевшей приехали в безлюдное место в один из гаражных кооперативов, где задушили ее. Затем обвиняемые похитили у нее золотые украшения, сотовый телефон и ключи от ее квартиры, откуда они также похитили ювелирные изделия, денежные средства и другое имущество, а также банковские карты и пин-коды к ним. После этого они заложили похищенные ювелирные изделия в ломбард. В ночь на 21 июля злоумышленники закопали тело убитой в лесопосадке недалеко от микрорайона по улице Гладкова в городе Чебоксары. 32-летний мужчина и его 35-летняя сожительница, а также их 27-летний сообщник были задержаны в фильме при покупке автомобиля, на котором они планировали выезжать в Казахстан. Автомобиль, принадлежащий убитой, был обнаружен на авторынке в городе Советской Кировской области. За то время его уже успели перепродать в три раза. Потерпевшими по уголовному делу признаны 11 человек, еще более 100 допрошены в качестве свидетелей. Следователям собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашии для рассмотрения по существу. 800 ребят со всей республики развернули свои палатки на территории лагеря «Звездный» в Цивильском районе. Сегодня там стартовали юбилейные 50-е республиканские финальные игры юноармейского движения «Зорница» и «Орленок». «Зорница» для младшей группы, «Орленок» для старшей. Здесь собрались сильнейшие команды юноармейского движения, победители муниципальных этапов. 82 команды три дня будут бороться за право стать лучшими. Глава республики отметил, что Чувашия – один из немногих регионов, где финальные игры «Зорница» и «Орленок» проводятся 50 лет непрерывно. А наши победители ежегодно участвуют уже на российских военно-спортивных играх «Зорница» и «Орленок». Ежегодно проводя, мы ни один год не прерывали вот эти мероприятия. В прошлом году команда первой батаревской школы стала лучшей не только в регионе, но и в ПФО. Ребята победили на окружной военно-спортивной игре «Зорница» по Волжье 2017. Сегодня они снова в строю, делятся формулой успеха. От физических качеств зависит, от техники исполнения, настроевой подготовки. Мы усердно готовились, мы правда хотели победить, только победить. Впереди ребят ждут настоящие военные испытания. Полоса препятствий, строевая подготовка, соревнования по стрельбе, силовой гимнастике, спортивному ориентированию, зачет по туризму и многое другое. Победители «Зорницы» и «Орленка» представят республику в Приолжском федеральном округе в Зорнице по Волжье. И во всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Сегодня в парке Николаева прошел республиканский фестиваль «Аджа-Паджа-Акатуй». Национальный праздник, посвященный окончанию весеннего сева, испокон веков объединяет людей всех возрастов, приобщая их к труду, искусству и спорту. Мы хотим выявить детей, которые любят чувашский язык, которые любят петь на чувашском языке, стихи декламировать, любят танцевать чувашские композиции. Это здорово. Мы хотим, чтобы не исчез чувашский народ, не исчез чувашский язык. Как здорово, что именно дети это понимают, и они являются активными участниками этого фестиваля. 21 команда школьников из разных городов республики приняли участие в этноквесте. На одной точке ребята разгадывали кроссворд, проверяя знания о родной чувашии. На другой мастерили обереги. Совсем не детская борьба разгорелась на площадке Кирижу. Выяснилось, что настоящие благодаря чувашии учатся в 61-й и 27-й школах. Ну и какой же Акатуй без хороводов. Общими песнями и танцами мальчишки и девчонки поздравили сегодня друг друга с приходом лета. В законодательство Российской Федерации постоянно вносятся изменения, они напрямую влияют на нашу жизнь. Компания «Гарант» давно уже является одним из основных экспертов в области права. Специалисты всегда в курсе всех нововведений. Далее правовые новости от компании «Гарант». А я с вами прощаюсь. До завтра. Мосгорсуд определил, должен ли работодатель устанавливать порядок индексации зарплаты в локальном нормативном акте. Согласно статье 134 Трудового кодекса, работодатели, не являющиеся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, производят индексацию заработной платы в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами. До недавнего времени данная норма однозначно толковалась правоприменителями, как обязывающая работодателя установить порядок проведения индексации. Придерживались данного подхода и суды общей юрисдикции. Однако, обязанность повышать реальное содержание зарплаты работников может быть исполнена работодателем и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку индексации. В частности, повышением должностных окладов, уплатой премии и тому подобное. В июне этого года вступил в силу закон, который запрещает пользоваться мобильными телефонами без указания паспортных данных. Все абоненты с некорректными документами рискуют остаться без связи. Документ обязал сотовых операторов с 1 июня 2018 года блокировать абонентов, личность которых они не смогли идентифицировать. Оператор связи обязан убедиться в достоверности предоставляемых сведений. Для этого он должен установить фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также другие данные документа, удостоверяющие личность абонента или пользователей услугами связи. Для этого операторам обеспечат доступ к единой системе идентификации и аутентификации, единому порталу госуслуг и другим информационным системам госорганов. Операторы будут сверять все данные из своей базы номеров с официальной информацией. Оператор связи обязан приостановить оказание услуг связи в случае неподтверждения достоверности сведений об абоненте, сведений о пользователях услугами связи абонента, юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, представленных лицом, действующим от имени оператора связи. В первый день лета в России начался эксперимент по маркировке обуви, пока что не в обязательном, а в добровольном порядке. Целью эксперимента, в частности, является апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации обувных товаров для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту обувных товаров, в том числе контрафактных, и также для обеспечения повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. В пилоте принимают участие ключевые игроки обувного рынка. Это и производители, и логистические компании, и ритейл.